Привет, ребята! Привет вам из Лондона, из жаркого, горячего, августовского Лондона. 14 число 28 градусов за бортом в 8 часов вечера. Обещают, правда, завтра уже дожди, ливни и меньше жары. И жару мы пережили. Переживем ли мы ядерную зиму? Вот вопрос номер два. Некоторые люди спрашивали о том, куда девался Борис Джонсон. Об этом спрашивают и все остальные. Он уже дважды побывал за этот месяц на Холидеях. Его видели совсем недавно в Греции. Вместе со своей женой он отоваривался лично в супермаркете. Так что мое предположение, что он лично находится в Юкрейне и там руководит военной операцией, не подтверждается. В газете, чей это журнал, не знаю, The Hill, появилась статья, которая называется «Глобальное сдерживание действия, говорят, больше, чем слова». Авторы, женщина и мужчина, высокопоставленные советники, как я подозреваю, в военно-промышленного комплекса, лоббисты, наверное, ну или работают на лоббистов, которые заказывают вот эти вот всякие разные вооружения. В этой статье говорится совершенно откровенно о том, что хватит трепаться. Обычно раньше уже это ушло в прошлое, когда просто друг друга грозили, а надо уже действовать. Хотя мысль о том, что надо где-то шарахнуть небольшой ядерной бомбой, она приходила в головы мудрым вот таким вот советникам давно. Уже не говоря про Черчилля, уже не говоря про операцию «Немыслимая», уже не говоря про все остальное, не говоря. И про Сирию достаточно вернуться в сегодняшний день и заглянуть в завтрашний. Значит, авторы статьи утверждают, что здесь, в Европе, Путин, как говорится, всех держит на мушке. Но, слава богу, есть НАТО, у которого тоже есть ядерное оружие. И поэтому Путин боится, но очень-очень хочет стрельнуть. Просто днем и ночью об этом мечтает. А второй националист, так сказано, значит, как там сказано? Там сказано, что когда Пелоси поехал на Тайвань, то реакция была гипертрофированная у этого, значит, националистического Китая. И этот самый Китай развивает там стратегические свои планы по захвату, так сказать, всего Тихоокеанского региона. А никого там нет, кто бы его сдержал. НАТО там нет. И поэтому авторы предлагают задуматься, задуматься, что не пора ли шарахнуть. Хватит, что называется, молчать. Авторы эти так впрямую они не говорят, но очень-очень уверены в том, что надо было бы вооружить, оставить ядерное оружие у Украины, и тогда бы Путин не решился бы напасть на Украину. И вот тут мы подходим к главной интриге последней буквально недели. это о том, что, а, и обыск на даче, скажем так, Трампа в Марлогу, в логове Трампа, прошел именно в связи с его какими-то вовлеченностями в какие-то тайные договоренности по поводу именно ядерных сделки, как я подозреваю, с Ираном. Но есть еще предположение, что Путин передал какие-то документы, которые свидетельствуют о том, что мадам Клинтон еще в бытность ее мужа, будучи президентом, а она была госсекретарем там и так далее, и так далее, и она какой-то сделала шарах-марах с Россией. Но это дело касалось ядерных отходов. И там вроде бы ее русские, как говорится, надурили дурака на четыре кулака. Как это было, я не знаю. Меня это мало интересует. Меня больше интересует тот момент, что всю неделю бомбят Никопы. Это город, в котором я закончила школу. И я это очень хорошо знаю. Я посмотрела все эти разбомбленные дома. У меня кровью сердце обливается на это глядя. Я на это смотреть просто так не могу. Но я лично утверждаю, что эта провокация напрямую связана с тем, чтобы Путина поставить перед фактом, что мировое сообщество требует от него отказаться, от ядерного оружия вообще. Вот если Путина бы не было ядерного оружия, то его бы уже давным-давно все поразбомбили. А так у Америки ядерное оружие очень старенькое. И неизвестно, как говорится, если нажать на кнопку, то какой будет от него эффект. Оно уже застоялось в этих самых, как говорится, шахтах. И поэтому заставить, чтобы Путина проявить себя, между прочим, то, что в этой статье говорится, что действия говорят лучше слов, что не надо сейчас в современном мире просто говорить, вот у меня есть ядерная бомба, вот у меня есть ядерная бомба, а надо говорить так, у меня есть ядерная бомба, и я тебе сейчас покажу, Кузькину мать, этой ядерной бомбой. Но там хорошо в этой статье обозначена и тот факт, что в доктрине у Путина сказано, что она имеет право применить ядерное оружие первой, если кто-то нападет на ее территорию. А поскольку Донецк и Крым, тем более, Россия считает своим, то это ее территория. И поэтому, если Дмитрий Медведев перед этим говорил, что попробуйте, только попробуйте, троньте Крым, только попробуйте, только попробуйте, троньте Крым, вот и тронули Крым. И вот тут заворачивается интрига номер ту, которую я бы хотела озвучить, и я уже это говорила. Они, американцы, поступили так же, как они поступили в свое время с Манхэттенским проектом. А именно, они разработки англичан присвоили, приделали им ноги и применили в Японии, таким образом получив под свой диктат практически весь мир, пока в России не появилась ядерная бомба. Как появилась в России ядерная бомба, это, между прочим, еще тот, как говорится, даже не знаю, как это сказать, черный лебедь для американцев. Но главная интрига здесь в том, что американцы надурили англичанам. И англичане затаили на них обиду. Я не могу сказать, что все подряд англичане плохо относятся к американцам. Но есть такие англичане, и в том числе среди элит, которые считают, что американцы не должны лезть туда, где всегда была английская, как говорится, присутствие, так скажем, назовем. Их личные, всякие разные колонии или, скажем так, зависимые от них земли. Такими зависимыми от них землями англичане по праву считают и Прибалтику, и Украину. Во всяком случае, вот эти вот самые Донецк, Запорожье и прочие разные Николаевы с Херсонами. Интрига здесь в том, что Россия, я имею в виду Российская империя, то есть, извиняюсь, не то сказала, Российская Федерация считает своим тоже вот этот регион, потому что Российская империя это все тело в свое время отвоевала. И самое главное, что вложила Российская Федерация, при Путине, скорее всего, в этот регион 360 миллиардов, как было сказано где-то, 360 миллиардов они вложили в этот регион. А американцы гордятся, что они отобрали его у России за 5 миллиардов всего лишь. Ну и там пару мешков печенек они принесли на барыхады во время революции достоинства. И они этим очень гордятся. Но когда неожиданно Крым, Крым неожиданно совершенно перешел под юрисдикцию России, первый человек, кому Путин позвонил, это был Дэвид Камерон. Второе, что я знаю точно, даже можете не спрашивать откуда, что Луганск, это было уже, как говорится, вотчина даже не столько Британии, сколько именно королевской семьи, во всяком случае, кого-то из королевской семьи. Вот. Это было их, как говорится, личное. Теперь у нас появляется такая информация, что на этих землях, которые Путин забрал, находятся всяких разных полезных искупаемых на триллионы всяких прочих долларов. Что означает, естественно, что все это переходит под его контроль. Остальная часть Украины, вот это вот за Киевом туда, вот эта вот вся вот эта вот в сторону, как они называются, Львива, Львив. Як я люблю ты, Львив, шенэмайус льв. Так вот эти вот товарищи, которые там находятся, они лес уже весь практически вырубили, а это было единственное у них богатство, а остального там богатства как такового нет. В основном народ промышлял тем, что он ездил вот к нам на поезде Львив-Рига. Они ездили целыми днями на этом поезде, закупали в Риге там какие-нибудь трикотажи и везли их, продавали туда, на запад, в этот, как он называется, в Польшу, или куда они их продавали. В общем, короче, фарцевали, как это называлось на те времена. Вот. Ну или украинцы в больших количествах ездили на заработки именно вот в эти всякие нефтегазоносные российские районы. Вот еще БАМ был такой тоже, для молодежи было место, где можно было неплохо заработать. Вот. Вот так вот это называлось тогда законтрактоваться за длинным рублем. Сейчас вот эти вот авторы утверждают, что время настало действовать. И поэтому, когда они шарахнули по аэродрому точка, желание у них было только одно, чтобы Путин все-таки ответил. И если бы Путин послал свой, так сказать, привет, куда же он его мог послать? Если они его, ну, как бы, даже не знаю как, они его так и сделали мудро, что Путин должен был, наверное, ответить все-таки Лондону или Берлину, или куда, или и Берлин, и Лондон, ну, в общем, в Европе. Все бы это громохнуло. Тем более, что Борис Джонсон уже так начудил, так начудил, что все его считают, как говорится, это объектом номер один. Тем более, он в Греции был, а мы же думали, что он в Киеве. То есть мы думали, что может шарахнуть именно по Лондону. И здесь у меня вот возникает вот этот вот вопрос диссонанса. А что же должны были думать британские английские элиты в связи с этим поведением, безответственным поведением американцев, как всегда? Они должны были как минимум обидеться, а как максимум расстроиться. И они, наверное, обиделись и наверняка расстроились. Поэтому появилась вот эта вот статья про то, что как это так, охраняют до сих пор, деньги выделяют на принца Эндрю, который находился в Виндзоре. А как выясняется сейчас уже из другой статьи, что королева так-так любит эту Кэтрин, что она с ней тоже в Виндзоре живет. И они там очень-очень ладят, потому что для королевы нет большего друга, чем Кэтрин. Из чего я делаю вывод, что, значит, в Виндзоре находилась и семья принца Вильяма. И, кстати, другая статья, которая появилась, там было написано так, что когда, когда все-таки, когда это будет, принцем Чарльза станет все-таки уже королем, то он, скорее всего, сократит, как говорится, этих, ну, нахлебников вокруг хлебалова, то и государственного, вот этих всех работающих, как они называются, членов королевской семьи. И что бы вы думали? Там не упоминается ни Кэтрин в этой статье, ни Вильям. Не упоминаются. Там упоминается на первом месте сестра товарища Чарльза, принцесса Анна. Вот. Говорится, что она такая работница, такая работница, но она действительно очень властная дама. И что без нее он как без рук будет. Поэтому она наверняка будет номер один член королевской семьи, который будет работать рукообраку с этим Чарльзом. Вот. Ну и София упоминается. Я про Софию говорила, что я лично общалась с Софией. Более того, я просила ее для меня что-то там написать. И она написала. Такая нотяна. Не, как это, не гордая. Не гордая могла бы и, как говорится, с шашкой рубануть, чтобы писать для какой-то уборщицы. Вот. Но она написала записку, помогла мне. Это жена третьего принца, третьего сына королевы. Ну, в общем, ради только Софии он тоже упоминается, что, наверное, так и быть уже ему тоже разрешат оставаться возле хлебалова. И вот тут, вот тут, про них ничего не сказано было, что они находятся в Балмарал. Я сказала, в Балмарал, да? В Балмарал сейчас королева находится, и там находится, как выяснилось, семья товарища Вильямса. А остальные где были в момент, когда ожидалось, что Путин шарахнет? Вот тут вот вопрос возникает у меня. И поэтому мне вот начинает казаться, что именно злость на товарища, даже не столько Зеленского, сколько на Джонсона, возникла в головах у британских элитариев, которые раньше были еще, они были как бы лояльны, но они сейчас видят, что Путин выигрывает. И зная британцев, а я их неплохо изучила, они будут искать пути, как же им, мало того, нагадить американцам, отомстить, а второе, как же им быстренько-быстренько подшустрить и помириться срочно с Путиным, потому что победителей все любят. А вот кто проигрывает, тех не любит никто. Если вы поняли, что я имею в виду, когда Николай II своему брату, который похож на него, как две капли воды, просил его, говорил, можно мы приедем к тебе с моей семьей многочисленной, вот, то он ему, как говорится, отказал. И пришлось ехать, как говорится, в Игорь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!